Друзья, мы сегодня 5.06.2022 года находимся в Апарау-Дюрсо, непосредственно возле храма и самого озера Дюрсо. Мы спускаемся по лестнице, туда вниз, очень красиво, зелено, она была еще разукрашена, сейчас уже красочку ногами люди истерли. Друзья, посмотрите, какие виды кафешечки прям на озеро, единственное, что там музыка качает, как бы не в тему, какой-то мелодичный, наверное, сюда бы хотелось, тогда было бы поле. Еще не уходить в этом году, люди сделали мостик сверху, чтобы попадать вот на этот пирс, и рыбаки пользуются, и вот фотосессии ребята проводят, но я думаю, что тут особенно, наверное, хорош шепчу, может, вообще не такие кадры снять, которые запомнились бы на долгую память, но что так вот прям жутко в зрелищах садятся облака, конечно. Смотрите, ребята, кормятся удочки. Ой, какие утята! Просто фантастика, музыка, килопуси, просто, ребята, вай, вай, какая красота! Да, это просто мими-ми! Среди набережная здесь выглядит все так же печально и некрасиво, потому что прошло обрушение, из-за большого количества воды попадали от деревья, лишь сделали вот оградительную ленту. Но будем надеяться на то, что в дальнейшем восстановится, и все будет классно. Берится, хочется. Пароходик, ну как красиво это смотрит! На фоне заходящего тумана в озеро смотрится прям восхитительно. Так было бы, конечно, прикольно прокатиться. Смотрите, ребятки, там мороженка можно прикупить. Когда вы палите, кстати, на пароходике, там, по-моему, дают шампанского в подарочек. Бокальчик наливается. Я помню, когда зимой сюда приехали, здесь все было в воде, там было прям нечто. Я смотрю, что из-за этого, конечно, лаванда называется. Некоторые кусты прям погибли. Обидно, конечно. Подходим к центру, там, где находится амфитеатр. И можно расстроить всех, кто ждет шоу фонтанов, потому что появится, к сожалению, еще не очень скоро. Та вторая часть, видите, набережная, с которой основной обзор есть, затоплена. Сам амфитеатр до сих пор затоплен. Это прям нонсенс, такого раньше не было. А что, так можно было? О, прикольно. Вообще, блин, вагон, печальное зрелище. Набережная, я брал дюрсу, и с левой стороны тоже. Жалко, как жалко. Блин, как-то эта музыка прям сильно напрягает. Такая, знаете, гнетущая обстановочка. Прям даже грустненькая. Походу, сейчас будет повторение кадра. Причем, это, наверное, те самые необычные зоны для фотосессии, которые только можно себе представить. И люди действительно, видите, пользуются по полной программе. А это самое, блин, прям прикольное. Вдвоем мужики за ручку. Братья, здесь фото-зоны. Вот такая вот аллея с розами, по которой можно прогуляться. Там, короче, движуха прям, смотрите. Дэнс идет по полной программе. Ну, давайте сначала сходим вот сюда, вот в левую сторону. Посмотрим, что здесь еще есть. Интересно, а тут можно по-сухому прогуляться. Кстати, для тех, кто вдруг не знает, то о Брау-Дюрсо можно пойти на экскурсию шампанских вин. То есть, походить по подвалам. Честно, интересно, если вы там не были, я ходил, платил, и было прям клево. И желательно брать дегустацию. Рассказывают интересное. Я просто даже послушал, хотя не пил. Но было тоже, как бы, очень познавательно. Ой, посмотрите, какая красота. Да, просто розовое что-то погладили. Прямо кайфанул, мы тоже. Так, выставка собак туда дальше. Здесь стало интересно, что тут за зона такая. Брау-Дюрсо, шевачок. Можно взять вот по таким ценам. Здравствуйте. Нас угостили шевачком, за что ему спасибо. Смотрим дальше. Здесь вот такие вот устричный набор. Бар был, огромное количество плов. Был. Шикарно. Кампуш, американо, кофе. И здесь тоже смотрим. Разнообразный шашлык. Чебуреки. Ну что, вышли мы, короче, на танк площадку. Здесь прям неплохо так вырывается народ. Но людей не так очень много, но, по крайней мере, все танцуют. Это уже не может не радовать. Красота. Те, кто стесняются, танцуют поодаль. И соседи не спят. Подпевайтесь, друзья. Пусть, пусть, пусть будет все классно. Кавер-группы здесь выступали, ребятки. Помимо Дэнса. То есть, если бы знали, я думаю, сюда народу бы приехало очень много. Селька готова крутиться. Надо только вам деньгами с ней поделиться. В кафе шедет ресторан. Один из самых дорогих тут работает. И сейчас сходим еще посмотрим вот ту зону фудкорта. Для тех, кто приезжает сюда и хочет попасть на экскурсию, вам вот туда по прямой подняться надо вверх. Кто любит такое, здесь есть Blackstar, Midi есть, Deffy Burger. А, Selfie Burger. Смотрим еще здесь вот печка работает. Тоже разные вкусняшечки. Пита-пита. Навесики разложили. Справа фирменный магазин. Продукты именно изобрал. Там не выпивка, а именно продукты. И здесь лепим и варим. Свежие пельмешки предлагают. Что хочешь и все есть. Ну, то есть, и люди сидят, отдыхают. Кафешка еще где-то там была дальше. В общем, поесть есть что, потанцевать. Вот сегодня как минимум. В общем, движуха идет. И людей только прилично. Мало, конечно, но все равно есть. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. ДимаTorzok. ДимаTorzok.